Каждого жителя Ненецкого округа лучше. Такой девиз вновь озвучили члены регионального штаба Общероссийского народного фронта. На ежегодной конференции фронтовики подвели итоги работы за ушедший год и обозначили планы на этот. Алина Ваучейская продолжит тему. Региональный штаб Общероссийского народного фронта в Ненецком округе начал свою работу в 2013 году. Было выбрано пять основных направлений работы. Рабочая группа – качество повседневной жизни. Самые важные вопросы в ней – переселение из ветхого и аварийного жилья. В ушедшем году активистам УНФ удалось добиться внесения дома 24Б по улице Пионерской в реестр домов, подлежащих сносу. Также в этом направлении фронтовики решили оказывать юрпомощь тем, кто не может добиться справедливости у чиновников. Кроме того, активистами УНФ было проверено наличие информационных табличек на домах, подлежащих сносу и расселению, которые мэрия должна была установить еще до 1 октября 2014 года. Ни одной таблички фронтовики не обнаружили. Также по инициативе регионального отделения Общероссийского народного фронта были установлены предупредительные надписи на детских площадках. Зачастую наши детские площадки используются абсолютно не по назначению. Там собирается и молодежь, и взрослый с распитием спиртных напитков и неоправданным поведением, что не должно происходить на детских площадках. То есть информационные таблички носили характер. Там были обозначены правила поведения, что нельзя распивать алкоголь, нельзя курить и бросать бычки, нельзя мусорить и тому подобное. После установки табличек фронтовики также обратились в полицию с просьбой проводить ежедневные рейды по детским площадкам. Честная и эффективная экономика – еще одна рабочая группа под руководством Валерия Чупрова. За год в этом направлении фронтовикам удалось многое, в том числе предотвратить попытку отмывания денег городадминистрации на сумму порядка 12 миллионов рублей. Предприятие «Чистый город» собиралось закупить зимой торфы для озеленения города, еще и поставить это все в нереальные сроки. Закупка показалась нам сомнительной из-за сроков поставки. В течение месяца нужно было поставить около тысячи грузовиков торфа. Закупка была добавлена на сайте. Сомнительная, последовала реакция, ряд статей и итогом всего этого закупка была отменена. В этом году рабочая группа «Честная и эффективная экономика» продолжит работу в направлении раскрытия неэффективных и подозрительных закупок. Впрочем, под крылом фронтовиков еще много различных экономических направлений, в том числе вопросы ограничения доступа на рынок новых компаний, именно на те сферы, которые на сегодняшний день заняты гупами и мупами. Они используют государственное имущество, они работают на государственном оборудовании, и они получают дотации и субсидии из бюджета, и тем самым фактически устраняют конкуренцию, не дают развиваться мелкому бизнесу. Затронули в ходе конференции и более глобальные проблемы. Активисты УНФ силы направили также и на осуществление конституционных прав жителей Неницкого округа, а именно на право свободно передвигаться по территории страны. Ни для кого не секрет, что в Неницком округе это право хоть и косвенно, но нарушается. Наш регион единственный в стране субъект, в котором нет круглогодичного наземного транспортного сообщения. Фронтовики считают, что дорогу на Усинск необходимо достроить как можно быстрее. Для того, чтобы в кратчайшие сроки решить вопросы о строительстве дороги Ринмар-Усинск и тем самым выполнить конституционные права граждан Неницкого округа на свободном передвижении по всей территории России, необходимо обеспечить ежегодное финансирование в рамках федеральной программы. Кто помнит, может быть, в 90-х годах, если не ошибаюсь, существовал такой проект в транспортном магистрале, который соединит три столицы субъектов – это Салихартн, Ринмар, ЦКТК. Тогда планировалось сделать эту дорогу федеральной. Если, может быть, возродить этот проект, я как предложение сейчас ношу, и дорога получит статус федеральной, то, соответственно, федеральное финансирование мы тоже будем получать на строительстве дороги ежегодно. Что еще касается транспортной составляющей, правда, уже воздушные. Фронтовики обеспокоены состоянием дел в Наринмарском авиаотряде. Парк воздушных судов обновлять нечем. Аннушки давно сняты с производства, а запчасти на них не выпускают. А Ми-8, на которых сейчас, кстати, осуществляется основной поток авиаперевозок в нашем регионе, начиная с 2017 года, начнут списывать. К 2017 году наши вертолеты начнут потихоньку себя изживать. Один, затем 18-й еще один, 19-й еще два вертолета. И так у нас весь парк плавно растает. На вертолеты нет денег. К слову, одна вертокрылая машина стоит порядка полумиллиарда рублей. На следующие 10 лет нужно как минимум 5 вертолетов. А это несколько миллиардов рублей. Решить проблему можно с помощью программы федерального субсидирования. Но загвоздка в том, что этой программой предусмотрена только покупка самолетов. Фронтовики намерены выйти на государственный уровень с инициативой о внесении изменений в эту программу. Нехватка транспорта, правда, уже наземного, обеспокоены и руководители рабочей группы «Социальная справедливость» Римма Костина. В Наринмаре осталось всего три специализированных автомобиля скорой помощи. Сейчас меня очень волнует, что у нас было четыре машины скорой помощи, ездили четыре группы. А теперь ездят три. А сердечно-сосудистые заболевания, и если у человека сердечный приступ, это нужно в первые 5-10 минут, иначе будет смертность. Вот этими вопросами мы начнем заниматься буквально со следующей недели. Отчитались, наметили планы на будущее и расставили приоритеты. Впереди целый год работы, продуктивной, эффективной и по-настоящему фронтовой. Вот проверить качество, не числом, а умением, вот эта тема и особенность, может быть, вот этого общественного движения. Посмотрим, как будет выглядеть наш Ненецкий автономный округ, но я с удовлетворением хочу сказать, что мы выглядим достойно. Задачи за 2014 год выполнены и рассчитана программа на 2015 год.